Моя коллега Елизавета Курочкина сейчас находится на одной из улиц, где движение теперь тоже одностороннее. Лиза, как сейчас обстоит ситуация? Выучили водители новые правила движения? Да, Ольга, ну пока сложно сказать. Действительно же, изменение схемы движения превращает и без того загруженное автомобилями центр города в одну большую пробку. Мы сейчас находимся на пересечении улиц Ады Лебедевой и Перенсона. Весь день, по данным сервиса Яндекс.Пробки, на этом участке движение осуществлялось со скоростью не более 7 км в час. Особенно плотным было движение утром в целом по городу. Например, около 9 часов утра пробка на улице Шахтеров держалась больше двух часов. Загруженность магистрали по направлению в центр города составила 9 баллов, что на 4 балла выше обычного. Сейчас на данном участке, точнее, извиняюсь, сейчас в целом по городу загруженность 4 балла, но такое ощущение, что все эти 4 балла сосредоточены на улице Ады Лебедева. Автомобилисты жалуются небольшой отрезок пути, они преодолеваются скоростью меньше 500 метров в час. Отмечу, в департаменте городского хозяйства объяснили эти изменения попыткой как-то разгрузить центр города. Рядом со мной сейчас находится председатель гражданской ассамблеи Красноярского края Алексей Анатольевич Меншиков. Алексей Анатольевич, ну расскажите, как вы считаете, действительно ли эти нововведения могут как-то облегчить движение в центре? И, может, были ли уже какие-то жалобы от наших красноярцев на эту схему? То, что сегодня произошло, это катастрофа. С точки зрения организации городского транспорта, это головотяпство, это безобразие, потому что граждане в массовом порядке обращаются сегодня по поводу того, что происходит. Самое удивительное в этой истории заключается в том, что никто никаких общественных обсуждений не проводил. Решение было принято за два дня по сути, все узнали сегодня об этом. В результате тысячи людей опоздали не только на работу, они опоздали в детские сады забрать детей, они опоздали на те или иные мероприятия. Это безобразие. Что касается вашего вопроса о том, изменит ли эта ситуация, с моей точки зрения, не изменит. Потому что спросите у этих граждан, которые здесь вот сейчас стоят в пробках, их тут сотни машин, вот, и как они к этому отнесутся? Это авария городская, по большому счету. У каждой аварии, как говорил Лазарь Месеевич Каганович, министр транспорта, есть фамилия, имя, отчество. Сейчас главное установить фамилии имя, отчество тех людей, которые приняли решение в обход всех общественных процедур. И наказать этих людей, чтобы другим неповадно было. Ну, то есть получается, что основное недовольство у водителей вызывает не то, что пробок стало больше, а то, что по факту они об этом не знали. Более того, даже в ГИБДД о новой схеме узнали лишь в пятницу утром. К слову, как раз таки неосведомленность водителя, она и вызывает возможные нарушения правил дорожного движения. Автомобилисты проезжают под знаком кирпич, поворачивают налево там, где теперь повороты запрещены. Ну, сейчас на данном участке дежурит сотрудник полка ДПС. Мы надеемся, что каких-то дорожных транспортных происшествий новая схема не вызовет. Ну, а завтра сотрудники ГИБДД сообщают, что начнут штрафовать за нарушения. Ольга. Лиза Елизавета Курочкина со свежей информацией из Красноярских улиц в центре по-прежнему пробки. Ну, а в мэрии сегодня пояснили, что если у вас есть какие-либо предложения или претензии по организации новой схемы движения, их можно присылать в письменном виде. Департамент городского хозяйства по адресу улица Парижской коммуны 25, либо в электронном виде на сайт администрации города. Вы этот адрес видите на экране. В мэрии также можно позвонить. В мэрии дали лишь один номер телефона. 2 0 5. Правда, нужно быть готовым, что и там вам придется постоять в пробке, только уже по телефону. Но мы сегодня попытались связаться с единой городской коммунальной службой и оставить там свое предложение по организации движения. Только оказалось, что там тоже не в курсе. И вот что нам ответили. В городской администрации подсказали, что к вам обращаться. Просто вот в пробке, нахожусь на диктатуре сейчас, сказали, что можно вам оставлять предложение по поводу новой схемы. Так это действительно? Новой схемы дорог? Новой схемы движения, да. А где это? В городской администрации? Да, я в городскую администрацию просто днем еще звонил. Сказали звонить вам. В службе 0 0 5? Да. Нет, у нас такого распоряжения не было. А не подскажете, куда тогда обратиться? Даже не знаю. В связи с тем, что в городской диспетчерской службе 2 0 5 оказались не готовы к приему подобных заявок, мы считаем правильным дать номер телефона приемной департамента городского хозяйства 265-3193. Все свои предложения переводите туда.